Мальчик и волшебник Присоединяйтесь к нам, мы попробуем приподнять занпись на творчество величайшего детского классика современности. Открываем настоящий мир Гарри Поттера. Книга, изданная общим тиражом более миллиона экземпляров, стала мировым бестселлером, а недавно появился также одноименный фильм, пользующийся огромным успехом. Совсем неплохо для школьника, рожденного воображением женщины. Гарри Поттер пришел ко мне, когда я ехала в поезде в 1990 году. Я просто сидела и смотрела в окно, идея появилась буквально из ниоткуда. Я никогда в жизни не испытывала такого прилива вдохновения. С тех пор я стала писать о нем. Мои сочинения занимают теперь несколько ящиков. Возможно, Гарри Поттер действительно появился из ниоткуда, но волшебный мир, где он живет, не мог возникнуть на пустом месте. Книги – самые разные информации, придающие ей особую глубину. Отчасти ради развлечения, отчасти, чтобы произведение выглядело универсально, Джей Кей Роулинг собрала воедино мифы и легенды всего мира. По-моему, она на редкость умна и талантлива. Думаю, если бы ей захотелось стать ученым-ракетчиком, она бы стала им. Но я очень рада, что она занялась литературой. Отправившись в путешествие, чтобы узнать правду, скрытую в книге о Гарри Поттере, мы попробуем ответить на целый ряд заманчивых вопросов. Какой исторический герой похоронен под вымышленным железнодорожным перроном? Кто появляется в переходах, в сказке и в действительности? Сколько волшебных знаний удалось почерпнуть из настоящего колдовства? Какие древние мифы вдохновили современного автора? Какая школа послужила прообразом Хогуортса? Что за старинные состязания лежат в основе игры в квит-дичь? Были они опасными или нет? В чем заключается великий миф о полетах на метле? Книги о Гарри Поттере и метлу держат вот так, но на самом деле ее нужно держать наоборот. Наконец, что скрывал философский камень и средневековый ученый, который якобы отыскал его? Мы начнем наш путь с обычного лондонского вокзала, ставшего необычным местом для Гарри Поттера. Вокзал Кингс-Кросс. Здесь Гарри покидает земной мир маглеров, отправляясь в волшебное царство приключений. Маглеры — это все остальные. Маглеры — это родители, маглеры — люди, которые не понимают тебя, если ты ребенок. Вот кто такие эти чудесные маглеры. Но вот что удивительно, платформа на вокзале Кингс-Кросс, платформа 9,75, ставшая загадочными воротами Хогуортса, действительно связана с легендой из настоящей жизни. Под платформой проходят темные тоннели, куда закрыт доступ посторонним. Возможно, создательница Гарри Поттера знает легенду о царице-воительнице, чей призрак появляется в этих хранилищах. Подобно Гарри, она вступила в неравную схватку с силами тьмы. Царица Буадиция — женщина, бросившая вызов Римской империи, а потом изгнавшая римлян из Британии. Когда римские легионы вернулись вновь, она погибла. Согласно легенде, она была похоронена на месте вокзала Кингс-Кросс. Легенда также утверждает, что ее похоронили на платформе номер 8, которая раньше была десяткой. Как раз здесь мы сейчас и стоим. Тоннели давно заброшены, и в них обитают призраки. Гарри отправляется в путешествие в том месте, где находится могила Буадиции, с волшебной платформы 9,75, ставшей воротами в фантастический мир. Мы стоим на платформе 9-я на вокзале Кингс-Кросс. Здесь находилась платформа 9,75, откуда Хогордский экспресс отправляется в Хогордс. Вон там проходит ограждение между 9 и 10-й платформами, где он берет тележку перед тем, как попасть в волшебный мир, на платформу 9,75. Гарри прежде всего нужно было найти платформу 9,75, надежно укрытую от глаз маглеров. Однако это не мешает поклонникам Гарри Поттера заниматься ее поисками. К нам приезжают люди со всего мира. Мы получаем письма из Японии, из Северной Кореи, у нас бывают гости из Австралии, из Азии. Все хотят увидеть платформу 9,75. С помощью добрых колдуний Гарри наконец попадает на свою платформу и садится в волшебный Хогордский экспресс. Так начинается его замечательное путешествие в величайшую в мире школу колдовства и чародейства. Конец первой части. Открывай настоящий мир Гарри Поттера. Часть 2. Осиротев в детстве, Гарри рос в семье дяди и тетки на обычной пригородной улице под названием Привет-драйв. Почти такой же, где выросла сама Джей Кей Роулинг. Иколас Лейн в деревне Виттенберн, рядом с Бристолем, в доме, ставшем прообразом дома Гарри. Здесь тихая девочка по имени Джоанна Кэтлин Роулинг играла в волшебников с мальчиком, чью фамилию она впоследствии сделает знаменитым. Это была моя фамилия, Поттер. Не знаю, по какой причине, но она почему-то осталась у нее в памяти. Мы познакомились, когда нам было года два или три, и продолжали дружить лет до семи. А потом Джоанна переехала в другое место. Джоанна постоянно держала в руках книгу, она любила читать. Насколько я помню, у нас образовалась компания из шестерых ребят. Мы почти всегда были вместе. Что касается игр, мы чаще всего играли в ведьм и колдунов. Мы садились в круг, представив, что перед нами был большой котел, и Джоанне всегда приходилось произносить заклинания. Для этого она надевала очки, они были обязательной деталью костюма. В доме, где выросла Роулинг, есть еще один тайный источник вдохновения. Шкаф под лестницей точно такой же, в котором Гарри заставляли ночевать злые дядя и тетя Маглеры, люто ненавидевшие волшебство и скрывавшие от мальчика, что его родители были знаменитыми волшебниками. Несчастная жизнь Гарри неожиданно изменилась с появлением дружелюбного великана Хагрида. Посланник из Хогорца, Хагрид снабжает Гарри всем необходимым, чтобы начать учебу в новой школе и переносит его в Лондон. Здесь он впервые знакомится с волшебным миром, скрытым внутри нашего, с тайной частью Лондона, невидимой для обычных Маглеров. Дайабан Элли – место, находящееся на одной из самых старых лондонских улиц и, возможно, более реальной, чем казалось самой Джей Кей Роулинг. Первая остановка – Гарри-банк Грингот. Оказавшись в одном из хранилищ глубоко под землей, он узнает, что родители оставили ему большие деньги, которых хватит, чтобы приобрести волшебные инструменты, которые пригодятся в Хогорце. В фильме о Гарри Поттере роль банка Грингот играет австралийское представительство в Лондоне, но рядом с ним расположен настоящий лондонский банк Грингот. Подземное хранилище, в котором находится старейшая в мире коллекция серебра. В лондонских серебряных сейфах хранится крупнейшее собрание серебра, находящееся, так сказать, под одной крышей. У нас есть очень старинные, ценные предметы. Некоторые из них были изготовлены еще в XIII веке. Как и банк, Грингот – лондонское хранилище серебра находится под надежной охраной. Разница лишь в том, что сокровища в Гринготе стерегут не люди. В волшебном мире Джей Кей Роулинг банкирами стали гоблины. Гоблины, конечно, издавна существовали в литературе. Порой они были довольно вредными, порой и проказливыми, но они не желали зла людям. Однако они всегда держатся от людей на некотором расстоянии. Они не подвластны человеческим эмоциям, человеческим страданиям. Гоблину бесполезно плакаться о собственных бедах, что делает его безупречным банкиром. Они немного безжалостны. К ним не подойдешь и не скажешь, что мне, дескать, нужны деньги взаймы. Какая им разница? Вы же человек, а у них нет эмоциональной связи с вами. Получив деньги в банке Грингот, Гарри отправился за волшебными покупками. Следующая остановка – Дайя Вон Элли. Надо приобрести сказочную школьную форму, немного пугающую и вместе с тем настоящую. И в книге, и в кино Гарри Поттер, отправляясь за покупками, ищет черную мантию. Средневековые ведьмы в его стране одевались в черное, чтобы скрыться во тьме, если им что-то угрожало. Некоторые вещи, предметы можно использовать в символических целях при соответствующем настрое. Например, островерхие шляпы, которые существовали в действительности. Колдуны считали, что они могут накапливать энергию внутри себя, а потом выпускать ее через острие шляпы. Другие инструменты Гарри связаны с древними ритуалами поклонения природе. Котел, например, имеет двоякое значение. Допустим, можно увидеть, как старуха размешивает в нем какое-то кипящее варево. Котлом пользовались для приготовления лечебных снадобий и страв, но также он олицетворяет землю и ее материнскую тробу. Речь идет о возрождении плодородии. Гарри приобретает секретные компоненты для уроков по приготовлению снадобий в аптеке у знахаря. Наш мир и мир Гарри встречаются снова. Многие растения, из тех, которые купил Гарри, сегодня использует знаток трав Крис Хэдли. Растения в медицине применяются с незапамятных времен. Это древняя традиция. Травы могут использоваться, как прежде, в течение долгих лет. Изменяется лишь само общество. Хотя сами травы остаются прежними, их порой применяют и по-другому, поскольку меняются сами болезни и условия жизни людей. Одним из растений, которым пользуется Гарри, является белодонна, которую называют также послен ядовитой, поскольку в больших количествах она может вызвать отравление. Говорят, что с помощью белодонны ведьмы готовились снадобье для полетов, легенда, с долей правды. Традиция ведовства, колдовства пришла из дохристианских религий, которые были шаманическими. А шаманы, среди всего прочего, оставляли собственный дух. Они отправляли его в потусторонний мир. Белодонна издавна считается составной частью мази для растирания. С помощью такого наркотика колдунья могла переноситься в мир духов, чтобы найти исцеление для больного, а потом возвращалась в настоящий мир. Следующим приобретением Гарри стал другой важнейший колдовской инструмент. Палочка на самом деле нужна, чтобы направить энергию и силу человека на какой-либо предмет или исполнить желание. Это по существу является продолжением моей психики, поэтому я пользуюсь энергией отсюда, концентрирую ее в определенной точке тела, а потом освобождаю ради конкретной цели. Как и Гарри, волшебники тщательно выбирают соответствующую палочку. Их делают из различных пород дерева и методом пробы определяют, какое дерево подходит лучше. После утомительных поисков, Гарри пришел к выводу, что ему лучше всего подойдет астралист. Наконец, Гарри встречает родственника, небольшое полезное животное, обладающее определенной волшебной силой. Еще один отзвук древних колдовских традиций. Совы традиционно ассоциируются с охраной. Это сторожевые совы вместо сторожевых собак. Испуганные совы сдают предупреждающий крик, и ведьмы успевают исчезнуть. Сову Гарри зовут Букля. Но мудрая сова не настолько умна, как нам кажется. Мудрая старая сова, белая сова, которую вы видите в кино, на самом деле всего лишь миф. Дикие совы не слишком умны, я вообще не понимаю, как им удалось уцелеть. Во-первых, у сов серьезные проблемы с глазами, потому что они обладают бинокулярным зрением. Большие глаза сов приспособлены, чтобы воспринимать как можно больше света ночью, но зрение у них развито весьма слабо. Они прекрасно видят на большие расстояния, так что это не слишком поможет при доставке писем. Неспособность доставлять почту Гарри Поттеру отнюдь не единственный недостаток совы. Белая сова из кино на самом деле будет неважным другом для Гарри Поттера. Сова верна лишь собственному желудку и тому, кто может предложить очередную порцию пищи. Тогда почему эти птицы всегда ассоциируются со сверхъестественными силами? Они медленно и размеренно машут крыльями. В этом и есть что-то пугающее. И, конечно, если вы, проходя ночью мимо церковного двора, увидите призрачный силуэт совы сипухи, которая сидит на могильном камне, вдруг издаст пронзительный крик, тут вы, наверное, помчитесь домой во все лопатки. Купив все необходимое, Гарри готов к волшебному приключению, к открытиям, которые может разделить с ним любой. По-моему, книга прекрасно работает на разных уровнях, и поэтому дети, наверное, возвращаются к ней снова и снова. Прочитав книгу, однажды они берут ее в руки опять, чтобы опуститься на более глубокий уровень или сосредоточиться на том месте, который могли пропустить. Отправившись на север, на Хогуордском экспрессе, Гарри проезжает через Нортумбелен, где находится один из британских замков, в котором чаще всего появляется призрак. Здесь бродит привидение, которое отправилось прямиком на страницы книги о Гарри Поттере. Дама в сером. Призрак, живущий в вымышленных переходах Хогуордса и в коридорах настоящего замка Чилингхэм, о чем свидетельствует его хранитель Сирил Робсон. Дама в сером некогда была леди Мэри Баркли. Этот призрак, очевидно, есть. Она, бродящая по коридорам, лестницам в ожидании возвращения мужа. Я слышу лишь шаги и шуршание платья. Чаще всего это случается здесь, в большом зале. Ощутить присутствие призрака в нашем мире не менее трудно, чем в мире Гарри. Я ни разу не видел призрак. И думаю, что это невозможно для большинства людей. Если прислушаться к звукам, которые издает привидение, они просто исчезают. Никто не знает, что сделала дама в сером из книги о Гарри Поттере, чтобы стать призраком, так же, как дама в сером из замка Чилингхэм. Но, обманутая невеста, она отказывается обрести покой, ожидая встречи с мужем, чтобы совершить месть. Муж бросил ее, сбежал с ее сестрой, оставив жену беременной. Это призрак, наверное, и есть она, блуждающая по коридорам и лестницам в ожидании возвращения мужа. Я не знаю, какой прием его ждет, но не думаю, что его встретит с распростертыми объятиями. Могла ли леди из Чилингхэма вдохновить Кей Джей Роулинг на создание образа дамы в сером из Хогорца? По-моему, она собирала информацию как сорока, действуя, как мне кажется, неумышленно. То есть, трудно сказать, была ли это та самая дама в сером, о которой думала она. Я считаю, что для нее это могло показаться весьма сложным вопросом. Но я уверена, что она на редкость наблюдательна, и у нее в ходе творческого процесса ничего не случается просто так, в результате чего получается прекрасный сюжет. Увлечение призраками, по-моему, связано с тем, что они являются своего рода мостом между миром живых и загробным миром. Эту тайну стремится разгадать каждый. К тому же они вызывают страх. Детям нравится рассказывать друг другу истории о привидениях. Взрослые любят слушать такие рассказы. А что касается призраков Хогорта, здесь самое гениальное в том, что с ними можно общаться. Например, Пивс, полтергейст, постоянно досаждающий Гарри и его друзьям. Чай готов. Поймай меня, если можешь. Пивс – это неугомонный дух, которого нередко можно встретить в таких местах, как замок Чилингкэм. Это еще одна связь между вымышленным миром Гарри Поттера и нашим миром маглеров. Однако, отнюдь не последняя. Расставшись с дамой в сером, мы продолжаем поиски Хогортса в нашем мире. Мы проезжаем Гуатленд-Стим, которая в кино стала станцией Хоксмид. Потом, нашему взгляду, открывается средневековый замок Ол-Нуик в Нортурбленде, ставший голливудской версией Хогортса. В каком месте в Англии должна была находиться школа Гарри? По мнению некоторых читателей, ее нужно искать в Шотландии, где Джей Кей Роулинг написала первую книгу о Гарри Поттере. Это одно из немногих мест, где школа волшебства могла укрыться от любопытных глаз маглеров. Другой подсказкой является пейзаж, который увидел Гарри, когда сошел с поезда. Обширное туманное озеро в окружении крутых гор, на которых тут и там возвышались древние башни и стены средневекового замка. Может быть, Хогортская школа волшебства находилась в Шотландии? В глубине Северной Шотландии, где чары и колдовство буквально пронизывают воздух, расположена настоящая школа, удивительно напоминающая Хогортс, дом с непонятными загадками и тайными ходами, построенный настоящим волшебниками. Гордонстон Одна из самых привилегированных английских школ-интернатов, где обучался принц Чарльз и где строго соблюдают старинные традиции. В здании школы некогда жил сэр Роберт Гордон, волшебник 17-го столетия, который, в отличие от Гарри и его друзей, занимался темными делами без всяких сомнений. Если верить шотландским народным сказаниям, он продал душу дьяволу. Не забывайте, что вы находитесь в той части страны, которая прославилась призраками и всевозможными сверхъестественными событиями. Он тоже принадлежал к этому миру, и поэтому его называли чародеем. Под помещением, в котором мы сейчас находимся, была его лаборатория, где он просидел 7 лет. Проведя 7 лет у Камина, он стал обладать свойствами саламандры. Ящерица явилась к нему из огня и поведала некоторые тайны жизни. Существует много увлекательных рассказов об этом человеке. Сэр Роберт похоронен под старинной часовней. Легенда гласит, что страх перед дьяволом, который мог явиться за его душой, заставил его построить одно из самых необычных зданий в школе. Круглый квадрат. Это здание построили для того, чтобы ему было где спрятаться, когда за ним придет дьявол, потому что здесь нет ни одного угла. Получился интересный пансион, который мог бы понравиться мальчику, вроде Гарри Поттера, потому что здесь воспитателю, чтобы навести порядок среди учеников, пришлось бы ходить кругами, а мальчишки тоже ходили бы по кругу, только впереди него. Круглый квадрат не стал спасением для сэра Роберта Гордона. Согласно легенде, чародей все-таки встретился с дьяволом. История утверждает, что он умер в постели. Конец второй части. Открывая настоящий мир Гарри Поттера. Часть третья. Как и в Хогордсе, в городе Онстоне есть свои тайные ходы. О тайных ходах есть несколько интересных рассказов. Один из них еще предстоит найти, а сейчас, когда мы здесь разговариваем, какие-нибудь молодые люди, наверное, роются в земле в его поисках. Этот ход ведет прямо к скалам на берегу моря, до которого отсюда около полумили. Но это скорее было связано с контрабандой, чем с волшебством. Однако внутри здания до сих пор сохранились два скрытых прохода, которые называют нормой для священников. Их построили в те времена, когда Северная Шотландия стал ареной жестоких религиозных преследований. И в домах вроде этого имелись места, куда можно было спрятать семейного священника, если в двери ломились враги. По-моему, гениальность идеи Джей Кей Роулинг отчасти заключается в том, что Гарри Поттер учится в традиционной английской школе-интернате, тогда как большинству детей на свете никогда не придется попасть в такую школу, не говоря уже о тех, где есть старинные традиции, которые напоминают некое волшебное место, совершенно не похожее на скучную школу, где приходится заниматься им самим. Это действительно гениально. Первое, что ждет новичков в школе-интернате, это выбор места, где они будут жить, решение которое повлияет на дальнейшую учебу «Гарри Поттера». Что касается шляпы для жеребьевки, Фоку Гордси, меня очень удивило, как забавно это придумано, а потом я подумал, что Гордонстон, наверное, не очень отличается в этом плане, поскольку огромный мир за его пределами тоже можно сравнить с гигантской шляпой для жеребьевки. Но если говорить насчет нашей жеребьевки, здесь родители могут выразить пожелания, где лучше жить их сыновьям или дочерям. Но лично я, будучи директором, считаю, что этот вопрос следует решать без их участия. Для таких школ, как наша, сейчас очень важно иметь под одной крышей жилые помещения различного типа. Во время собеседования, а также изучая анкеты учеников еще до их приезда, мы узнаем многое и заранее стараемся устроить их соответствующим образом. Здесь царит обстановка единства и преданности традициям, поэтому каждый вскоре после прибытия к нам должен понять, куда он попал. В Хогордсе один из факультетов, Слизерин, пользовался дурной славой, и Гарри едва не оказался среди его обитателей. На факультете Слизерин собралась не слишком хорошая компания. Когда я рассказываю детям о книге, они потом часто вспоминают эпизод, где речь идет о жеребьевке. Они бывают просто потрясены, узнав, что Гарри едва не остался там. Пожалуй, не найдется ни одной школы-интерната, где бы не было спортивных команд. Хогордская школа волшебства и чародейства тоже не является исключением. Любимым спортом Гарри стал квиддич. Игра, немного напоминающая баскетбол, судя по описанию Дж.К. Роулинг. В ней также используются кольца, но на этом сходство заканчивается, потому что в квиддиче не два кольца, а целых шесть. В квиддич играют семь человек, каждый верхом на метле. Вместо одного мяча для квиддича нужно четыре. Главный мяч, с которым зарабатывают очко, называется квофл. Два других мяча под названием бладжер нужны для того, чтобы сбивать с метлы соперников. Поэтому в каждой команде есть двое игроков, которых называют вышибалы, чьей единственной задачей является останавливать бладжера с помощью клюшек, похожих на хоккейные. Последний, четвертый мяч, золотой снич, размером не больше мяча для гольфа, постоянно летает по площадке, стараясь спрятаться. Задача искателя в каждой команде, в котором, кстати, был Гарри, заключается в том, чтобы найти его и поймать. На этом игра заканчивается. Своими корнями Квидич уходит в X век. В средневековой Англии целые деревни играли в жестокую игру, немного напоминавшую современный футбол, участники которой дрались, чтобы завладеть мячом из надутого свиного желчного пузыря. В окрестностях Гордонстона до сих пор популярна еще более древняя кельтская игра под названием Шинти. В нее играют с помощью клюшки, которая называется камон, и маленького твердого мяча. Игра известна уже несколько тысячелетий. Шинти, несомненно, одна из самых древних игр на свете. Изображения игры с клюшкой и мячом были обнаружены на древних надгробных камнях, и нам известно, что в одно время в нее играли по всей Европе. Название Шинти появилось очень давно. Оно произошло от гельтского слова «синтак», что означает «игра с бегом и прыжками». Камоном называлась «изогнутая клюшка». Сейчас эта игра относительно безопасна, но будучи военной игрой шотландцев, она порой заканчивалась гибелью людей. Я думаю, раньше эта игра была очень жестокой. Есть сведения, что многих участников уносили с поля со сломанными конечностями, с пробитой головой или с другими травмами. В Северной Шотландии существовала система кланов, главы которых хотели, чтобы их люди всегда были готовы к войне. Между кланами постоянно велись споры и междоусобицы. Упражнения с мячами или с другим оружием были слишком опасны, поэтому Шинти стало главным способом военной подготовки. Шинти отчасти напоминает квиддич. Но есть еще одна игра, участники которой тоже пользуются быстрым, порой непредсказуемым транспортом, а также клюшками, чтобы бить по мячу. Это поло – любимый вид спорта самого знаменитого ученика Гордонстона, принца Чарльза. Однако лошадь не заменит метлу. Полеты на ней делают квиддич особенно увлекательным. Существуют самые разные модели метел – дубовый черенок 79, комета 140 и любимая метла Гарри – нимб 2000. Полеты в ночном небе верхом на метле стали, наверное, неотъемлемой чертой образа колдуньи. Но что, если это не так? По словам одного из современных колдунов, это действительно ошибка. Представление о ведьме, летящей на метле, пришло из языческой традиции плодородия, где женщина садилась верхом на метлу, держая ее прутьями вперед, и прыгала по полю. Считалось, чем выше она подпрыгнет, тем богаче будет урожай. Герои книги о Гарри Поттере держат метлу вот так, хотя на самом деле ее следует держать наоборот. Может быть. Но в школе Джей Кей Роулинг ученикам преподавали также и настоящую мифологию. Она воспользовалась классическими темами, классическими героями, что придает ее книге универсальность, однако сюжет у нее развивается так, что получилось совершенно оригинальное произведение. Наряду с другими героями Гарри узнает о Цирцеи, могущественной волшебнице, превратившей людей в свиней, в одном из величайших литературных произведений всех времен – в Одиссеи. Эпопея из двух частей «Илиада и Одиссея», написанная слепым древнегреческим поэтом Гомером в VIII веке до н.э., покоряла бесчисленное поколение греческих детей. Эпическое путешествие главного героя Одиссеи напоминает путь, который проделал Гарри. Он стремится к далекой цели, ему приходится преодолевать множество препятствий на пути к ней, сражаться с чудовищами и побеждать их, противостоять волшебным чарам, непрерывно двигаясь к заветной цели. Гарри Поттера отчасти можно сравнить с современным Одиссеем. Легенды Древней Греции стали одним из излюбленных источников вдохновения Дж.К. Роулинг. Герои греческой мифологии постоянно встречаются на страницах книг о Гарри Поттере. Человек, в действительности живший в античных Афинах, дал имя заклятому врагу Гарри – Драко Мелфую. Отмеченный на небесах созвездием дракона, Драко, живший в VII веке до н.э., издавал столь жестокие законы, что они получили название драконовских. Имя матери Мелфоя, Нарциссы, также связано с одним из самых известных греческих мифов. Нарцисса пришла из греческого мифа о Нарциссе. У нас есть слово «нарциссизм», «самолюбование». В легенде о Нарциссе греческий юноша влюбился в собственное отражение. Любуюсь им, сидя на берегу, он упал в реку и утонул. Друг Гарри, великан Хагрид, своим именем обязан греческому герою, которого изгнали с небес, позволив остаться стражем животных у царя богов Зевса. В рассказах о Гарри Поттере, Хагриду принадлежит почти такая же роль охранника дичи. Один из подопечных Хагрида – Флаффи, трехглавый пес, который стережет запретные переходы на третьем уровне Хогуарца. Флаффи, трехглавый сторожевой пес, это никто иной, как Цербер из греческой мифологии. Пес-охранник с тремя головами. Самое удивительное в том, что Роулинг, полностью сохраняя верность изначальным мифам, с необычайной легкостью вплетает их в канву собственных рассказов. Флаффи – прекрасный тому пример. В озере, неподалеку от Хогуарца, скрывается еще одно чудовище, раньше считавшееся вымышленным, но оказавшееся настоящим. Гигантский кальмар, живущий на больших глубинах и редко попадавшийся на глаза, питал людское воображение в течение тысячелетий. Древние рассказывали о Крэконе, об огромном существе, якобы обитавшем в океане. Однако даже озеро, расположенное неподалеку, кажется на удивление загадочным, где мифы как будто встречаются с действительностью. Неподалеку от Хогуарца, в запретном лесу, живут другие существа из классической мифологии – кентавры, с устремленным в небеса взглядом. В том же лесу обитает одно из самых таинственных созданий волшебного мира – Гарри, единорог, животное, за которым в нашем мире давно и безуспешно охотятся. Как в приключениях Гарри, так и в настоящей мифологии, единороги являются воплощением добра. В течение многих столетий люди искали их, поскольку считалось, что их рога и кровь имеют волшебные целительные свойства, и эти особенности единорогов нашли свое отражение в наших. Рассказах. Дж. К. Роулинг обращается не только к греческой мифологии, но и к легенде о короле Артуре, о чем, например, свидетельствуют волшебные карты Гарри. Король Артур и меч Экскалибур, его единокровная сестра-волшебница Моргана, Хэнгист Вудкрофт, герой, пришедший из сказаний о скандинавских богах. Клиодна, дочь народа друидов, ирландская богиня-плодородия, море и загробная жизнь, и, наконец, величайший из волшебников Мерлин, герой, очень похожий на наставника Гарри, Альбуса Дамблдора, который сам является членом ордена Мерлина. На побережье Корнуола возвышается обрывистый мыс, на вершине которого стоит замок XII века с легендарным названием Тиндаджил. В глубине под его разрушенными башнями и еще более древним бастионом находится пещера Мерлина, где, как утверждают некоторые, до сих пор во время прилива можно услышать его голос. Согласно легенде, замок Тиндаджил стал тем местом, куда Мерлин привез маленького короля Артура после смерти его родителей. Параллели между Гарри Поттером и королем Артуру выглядят весьма необычно. Взять хотя бы то, что Гарри Поттера, как и короля Артура, спасает волшебник, забирает его от родителей, потому что там ему угрожает опасность. Именно так происходит в легенде об Артуре. А потом, если смотреть дальше, так же, как Мерлин растит Артура, Гарри Поттер в Хогордсе попадает под опеку чародея, который учит его пользоваться скрытыми в нем самым волшебными силами. Вместе с королевой Гвиневерой и своим лучшим рыцарем, сэром Ланселотом, король Артур объединил королевство и построил величественный Камелот. Эта история нашла отражение приключений Гарри Поттера. Есть другая интересная параллель, свидетельствующая, что Рон, Гермиона и Гарри отнюдь не чужды Артуру, Ланселоту и Гвиневере, что открывает увлекательную перспективу для дальнейшего развития повести. Артур и его рыцари сидят за круглым столом с символом дружбы и равенства. Отсюда они отправились на величайший подвиг на поиски святого Грааля, священного кубка, из которого, как утверждают, пил Иисус Христос во время Тайной Вечери. Святой Грааль якобы обладал волшебными целебными свойствами. Как и древний рыцарь, Гарри ищет свой Грааль, философский камень, надежно спрятанный и поистине бесценный. Этот камень известен в истории под названием философского. Гарри хочет помешать злому волшебнику, Волдморту, украсть его. Философский камень и Святой Грааль схожи друг с другом во многих отношениях. Тот, кто станет обладать хотя бы одним из этих предметов, познает тайны мироздания. С помощью философского камня можно было не только превращать в золото обычные металлы, он также мог даровать тайну бессмертия. Философский камень, в который горячо верили средневековые ученые, искали еще в Древнем Египте, когда человечество открывало секреты магии. Большинство того, что мы называем магией и магическими знаниями пришло из Египта, и поэтому Египту отводится значительная роль в книгах о Гаре. Между прочим, идея, что волшебники должны иметь палочку, тоже уходит корнями в Египет. Из Египта поиски философского камня перенеслись в Европу. В средние века идея камня захватила старинных ученых, которых называли алхимики. Они верили, что создав волшебный камень, можно будет превращать просто металлы в золото. А также раскрыть тайну бессмертия. Из алхимии выросла современная химия. Конечно, не та химия, где используют электронные микроскопы, но, несомненно, в основе экспериментов с различными химическими реакциями лежал труд алхимиков. В течение нескольких веков бесчисленные алхимики пытались создать философский камень. Но это никому не удалось. Потом, в 14-м столетии, один из них заявил, что, наконец, добился этого. Это еще один исторический герой, попавший на страницы книг Джей Кей Роулинг. Конец третьей части. Открывая настоящий мир Гарри Поттера, часть четвертая. Николай Флямель родился в 1340 году во Франции. Он жил в Париже, где в честь его называли городскую улицу. Очень состоятельный человек, он построил много домов для бедных. Один из них сохранился до сих пор, самый старый дом во всем Париже. Здесь, благодаря его щедрости, бедняки могли поесть, как рассказывает владелец ресторана Надин Херцберг. Мой ресторан находится в здании, построенном в 1407 году, которое теперь считается самым старинным в Париже. Когда-то люди могли прийти сюда, чтобы поесть бесплатно, а также остаться на одну ночь, но это уже не совсем даром. Они должны были молиться, молиться за душу, Николаса Флемелла. Он давно стремился обрести древнее познание. Он был одержим этой мыслью. Однажды, по его словам, в ногах его кровати появился ангел, который сказал, что в его руках окажется книга, содержащая мудрость, восходящую глубокой древности нашей цивилизации. На другой день к нему пришел бедный старик с книгой в медном переплете. Он продал ее Николя Флемелю. Но беда была в том, что книга оказалась на непонятном языке. Потом, в течение следующих 20 лет, Николя Флемель путешествовал по Европе в поисках того, кто мог перевести эту чудесную книгу. И лишь отыскав такого человека, получив доступ к знаниям и раскрыв тайну книги, он узнал способ превращения обычных металлов в золото и, возможно, секрет бессмертия. В 1417 году, когда Флемель умер, прошел слух, что он обманул смерть с помощью философского камня. Его дом был разграблен парижанами, искавшими тайные запасы золота, которое не нашли. Два столетия спустя история Флемеля приобрела странный оборот. Люди недоумевали, что стало с его книгой и с ним самим. Его могилу вскрыли, и она оказалась пустой. Неужели Николя Флемель создал настоящий философский камень, позволивший открыть тайну безграничного богатства и бессмертия? В пригороде Парижа живет Жан Дюбюи, современный алхимик, следующий учению Николя Флемеля целых пять десятилетий. После многолетних опытов Дюбюи пришел к выводу, что раскрыл истинную тайну камня. Алхимию понимают неправильно. Я не считаю, что ее целью было научиться превращать металл в золото. Перед ней стояла другая задача. Алхимия стремилась получить знания о внутреннем мире, духовные знания. Я думаю, что настоящая цель алхимии заключалась в том, чтобы каждый человек нашел свое истинное Я. Отправившись за философским камнем, Гарри Поттер сделал первый шаг в своем собственном поиске, цель которого найти судьбу. История древняя, как Одиссея и современная, как юный герой кинофильма. Книги можно смело назвать многоплановыми. Конечно, прежде всего, это прекрасные приключенческие рассказы, а также увлекательные повести, главный герой которых отправился на поиски себя самого, решив заодно победить силы зла, и они, несомненно, претендуют на право назваться литературной классикой. Каждому из нас есть немного от Гарри Поттера, потому что он не всегда поступает хорошо. Иногда он совершает ужасные ошибки, но всякий раз стремится сделать как лучше, даже если сам порой не является примером правильного поведения. Обратившись к мифам и легендам со всего света, Джей Кей Роулинг создала собственный мир, прекрасное королевство, где волшебство объединяет детей всей планеты. Успех Гарри Поттера восхищает меня прежде всего потому, что дети, представители разных культур нашей планеты, думают об одном и том же. Они восхищены и очарованы одним и тем же. Это напоминает некое содружество энтузиастов, живущих во всех уголках Земли. Гарри Поттер нравится всем. По-моему, это прекрасно. По мере того, как повествование о Гарри продолжает разворачиваться, читатели могут надеяться, что им удастся отыскать новые связи с нашим миром маглеров. И как в поисках философского камня, если мы будем следовать указаниям из волшебного мира Гарри, нам, возможно, откроется волшебство в мире, где мы живем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова